я сказал все я не буду играть я не хочу и потом значит звонок мне из-за мика тебя вызывает александр васильевич не самое главное для мужчины это вот прозвенеть на весь мир всем что у него есть после завершения истории с первым каналом а после но мы ушли целенаправленно то есть нас там уволили по статье поэтому телевидение в общем сейчас переживает этот кризис потому что она не гибкая и мы пришли к васильевичу и говорим вот от нас ушла команда а это до фестиваля там осталось но я не знаю там недели или две там типа или месяц опять же есть люди как для которых вот очень важно обязательно пнуть там путина и всех остальных я вот не такой человек я считаю что нужно видеть и хорошее плохое всегда во всем когда нужно было на три минуты выйти как бы сказать три слова я забыл как его зовут просто смотрю на него и понимаю что то есть путин сидит там все как бы все как надо и я и я стою я понимаю куда перед залом когда вернуть бы ништяк да голяк всем привет у нас сегодня в гостях один из долгожданных гостей для многих подписчиков по крайней мере просили я не шучу правда просили Денис Привалов сегодня пришел к нам в гости мегаполис много говорится не мегаполисом единым Денис я всех гостей прошу вначале представить себя самих вот как пожелаешь кто такой Денис Привалов здравствуйте Денис Привалов семьянин и впервые у нас получится с вами показать гостю как его представляет другой человек вот собственно у меня вопрос как ты думаешь кто у тебя представлять-то будет честно не знаю даже ну нет предположений нет серьезно ну без шуток ну кто Наташка ну конечно Денис Леонидович Привалов реально что я могу сказать веселый драйвовый шебетной легазар компактный упругий компактный я говорила компактный да ну еще раз скажу компактный мягкий безотказный ветреный открытый это такая куколка с бородкой хитренький завораживаются такой многогранный литературный молодой молодой я говорила молодой а мама не говорила молодой тогда я не буду говорить молодой детчик любимый скучаю где-то ну что такое все выключается спасибо большое Наталья Андреевна человек прилагательный я в смысле человек прилагательный ну милый ну конечно и на самом деле огромное спасибо Наталье Андреевне за то что откликнулась и сделала это доброе дело поверь мне она я уверен порадовала очень многих в первую очередь надеюсь тебе умеет умеет позвольте мне поблагодарить тех людей которые помогли вообще этому выпуску состояться во первых это слава благодарский автор команды КВН сборная Санкт-Петербурга и много-много чего еще это Леша Зюзин и Юра Крагутин и естественно перед тем как начнем просьба еще одна подписаться колокольчики комментарии в общем все что вы считаете нужным это пожалуйста вниз все первое это естественно куда ты пропал после чемпионства ну так вышло что я просто решил больше не выступать на сцене а почему мне это было тяжело скажем это не мое ну то есть я понимаю что в принципе я могу это делать и могу играть там одного и того же персонажа Дениса Привалова но работать это работа же то есть быть на сцене это работа работа тяжелая нужно общаться с людьми с которыми ты частенько не хочешь общаться и так далее то есть просто для меня вот по моей психосоматике это вот прям было в тот момент очень ну непереносимо а люди с которыми не хочется общаться это кто не знает кто ну кто-то подходит там то есть никуда нельзя пойти просто пойти там пройти условно говоря какие-то люди подходят начинают с тобой говорить то есть вот это узнавание про которое все говорят что это тяжкий груз звезды говорят это действительно так ну то есть для меня это вот я более какой-то такой человек все-таки а сейчас узнают еще ну бывает узнают ну конечно у нас никогда не было вот таких вот каких-то сумасшедших пьяных фанатов там которые прям подходили были крайне неприятно в основном люди были очень приличные достойные вот я даже не припомню какого такого случая чтобы было но все равно это это какое-то ну постоянное нахождение на витрине кто-то к этому относится спокойно кто-то это любит кому-то это нравится мне это вот вообще не близко а куда пропал то все-таки чем это делается я во-первых я пошел работать на первый канал начнем с этого сразу после сразу даже во время насколько я ну вот у меня с годами туго дело давнее поэтому по-моему это было еще во время там игры нас пригласили на первый канал с благодарским работать вот и мы значит там отдали этому конгломерату где-то лет на 6 или 7 что ли то есть мы сделали прожектор перис хилтон мы сделали мульт личности мы сделали весна с весна с Иваном Ургантом да тогда еще не знали что проекты нужно делать больше четырех программ и тогда они пойдут как бы но в общем рекламировать на всех стендах но тогда другое было время вот все то есть ты занимался телевидением ты как автор я так понимаю как автор нет ну то есть можно выступать там в роли продюсера который это все там запускает и так далее я так понимаю что ты писал я автор был ну как бы я руководил потом это можно так назвать мульт личности но это тоже вот не мой конек как бы я люблю писать то есть творческая часть это мое вот все руководство там выступления на сцене постоянно то есть иногда даже хочется а вот постоянно это как бы другая история после завершения истории с первым каналом а после ну мы ушли целенаправленно то есть нас там уволили по статье по какой потому что ну это была смешная история но как бы ее лучше не рассказывать наверное сейчас да хотя бы в общем хоть что-нибудь там какой-то несоответственно у нас там типа зажали трудовые книжки наши что-то там вот такое было нужно было за ними идти мы отправили юриста он там навел шорох в общем там ну да в общем нас уволили по статье и мы ушли но это это было просто как бы жест такой скажем так можно было договориться если прийти покаяться как это обычно бывает в крупных структурах то конечно бы все возобновилось но видимо и мы не хотели и нас уже не особо ждали там поэтому куда ушли ушли просто мы пытались сделать свои продакшены то есть они у нас как-то работали там шатка-валка но просто мы не такие систематические люди все-таки мир держится на выносливых а мы как бы не такие люди как бы которые изо дня в день будут делать дело даже если оно надоело там или не нравится и так далее поэтому ну вот продакшены тоже на нас не наш не наш конек создать свой продакшен и его значит волочь до вершины успеха это тоже отдельный труд да получается вы такие импульсные включающиеся да не то что импульсные вот писать я могу просто круглыми сутками я там сажусь все встал оказывается уже вечер вот такая история то есть мне это нравится а все остальное там заставлять кого-то работать заставлять кого-то написать вместо себя это вот я к сожалению прости за этот бестактный вопрос ты женатый мужчина и Наталья Андреевна взрослая девушка но тем не менее было что-то между вами нет это работа чисто работа да нет не работа мы же учились вместе и мы просто пошли играть в КВН я поддержал Наташку в ее как бы этом решении она меня потом спасибо ей за выносливость волокла потому что я то есть мы сыграли и у меня вот это началось то есть я не хотел уже не выступать не играть в какой-то момент я помню между по-моему премьер-лигой и вышкой я сказал все я не буду играть я не хочу почему и потом значит звонок мне из-за МИКа говорит тебя вызывает Александр Васильевич я говорю так значит захожу к Александру Васильевичу он гримируется сидит он такой как царь на меня смотрит супит бровь и начинает значит мне говорить что там до меня дошли слухи что я говорю если нужно я готов все вопросов нет можно на меня даже не супить бровь Александр Васильевич я ради вас на что угодно просто ты не хотел играть что ну тебе потому что это не гармонично устал просто чтобы выиграли премьерку вот я я не могу это никак объяснить честно ну то есть это просто было такое вот какой-то какой-то барьер который мне пришлось преодолевать в итоге для того чтобы дальше играть так получается что Наталья Андреевна это вот тот человек который регулярно вне зависимости будет как паровоз точить конечно это и на ней получается держалась команда сверхчеловек да абсолютно все и вот появился мегаполис окей в мегаполисе вы двое понятно остальные ребята как вы их подбирали и почему на вышку все поменялось как-то вот люди в линейке это вот это вот я кстати забыл что это коллизия была от нас ушла команда в смысле так то есть вы выиграли премьерку да и после этого ушла или после Сочи и от нас ушла команда да с какой формулировкой с формулировкой что типа ну мы сами теперь будем как как самостоятельная команда мы ну то есть мы будем теперь вот как бы сами развиваться там был серый кардинал это кто но это в общем наша подруга никаких я вообще к ней не испытываю там каких-то отрицательных эмоций ну она просто такой человек вот она ведь все время что-то у нее какие-то вот и мы значит пришли к Васильичу а кстати это было видимо тоже на стыке это когда что когда был я в общем ну вот это вот не мое я всегда все путаю с кем я когда играл это все вообще я не помню и мы пришли к Васильичу и говорим вот от нас ушла команда а это до фестиваля там осталось ну я не знаю там недели или две там типа или месяц вот какое-то такое время и Васильич такой ну еще наберете новых и все и мы набрали новых и стали дальше играть а новых как набирали ну стытьюк Андрей Палыч который это звукорежиссер команды нет а кто я не понимаю Палыч это был до этого настоящий звукорежиссер он был звукорежиссером в Плехановской академии в ДК вот то что сейчас конгресс не тот Палыч это разные Палыч у нас просто Палыч был это такой персонаж был а это Павлик вот мы начинали как бы с этого так все я прояснил я думал он и так а он Андрей Палыч ну так получилось да поэтому я забыл как его зовут в какой-то момент там в первом фестивале премьер-лиги когда нужно было на три минуты выйти как бы сказать три слова я забыл как его зовут просто смотрю на него и понимаю что то есть Путин сидит там все как бы все как надо и я стою я понимаю перед залом аих если это было конечно вообще по ноптику так ну вот ну все набирали как откуда эта команда тогда появилась скажем так как это вообще происходило почему именно эти люди если я не ошибаюсь какой-то университет И там была какая-то команда или из нескольких филиалов еще ребята, насколько я помню, вот эту ситуацию, и сказали, что вот нужно вот этих ребят, потому что они как бы вот олицетворяют молодежное движение в этом ВУЗе. Мы говорим, ну окей. И талантливые ребята оказались. В мегаполисе кто писал? Кто авторы были? Мы с Наташей, Чип, какое-то время Гарик Мартиросян был, Славка, естественно, Саша Анипка, Тима Куц. Ну вообще пацаны, ребят тоже писали. Ну мощная у вас команда получается. Ну да, ну то есть мы до этого просто работали все вместе. Сначала мы писали Питеру в этом составе, потом мы писали Сочи. То есть мы параллельно просто, делав вот как вышло, что мы параллельно писали просто Питеру, Сочи. Ну Питеру вот плохое радио мы писали вместе. Мы бы просто хотели попросить вас, чтобы вы вечером выступили на нашей пивной акции «Молодежь против ветра». А пива много? А ветер сильный? Сочи мы писали там дальше, в 2001, по-моему, это было и в 2002 году. И потом мы уже работали с разными командами уже в качестве просто действующих авторов. И параллельно у нас была своя команда, где мы, значит, делали все, что нам нравится. Я в сборной Санкт-Петербурга не знал, что ты писал. Да, да, да. А вот твое появление очень многие помнят в плохом радио «Мальчик лоустрофоб». Это, конечно, да. Там еще было в стеме появление отличное, но его вырезали, потому что... Точно гладиатор? Да, от слова «гладить». Понимаете, я одежду глажу гладиатором. А зачем тебе мясо? Какое мясо? Я был бог халявы какой-то, выходил, и у них там мясо лежало, там какие-то шутки-шутки были. И я выходил, говорю, я мясо возьму. Нет, тогда наступлю. Наступал на мясо, и он не уходил. Вот такой был выход. Но я не попал, да, я не попал в мясо, видимо, просто, и поэтому Светлана Анатольевна решила, что это нужно все под нож. Это фраза Куца о том, что хочется что-то сказать, и тогда человек, условно, выходит на сцену или пишет что-то. Когда не хочется сказать, то есть я ему задал вопрос, ну почему там не играли? Он говорит, ну не было понятно, что я хочу, что мы хотим сказать. Вот исходя из этого у меня вопрос, а что хотела сказать команда «Мегаполис»? Понятно, что мы сборная 19 века, поэтому у нас как бы все вот из каких-то... Вообще для меня всегда вот там телевидение было что-то вот такое романтическое, идеальное. То есть по советскому телевидению, насколько я помню, потому что я в советское же время рос. Для меня это было вот какое-то такое, то есть то, что несет какие-то там позитивные вещи. Были там веселые ребята вот эти вот, то есть появился КВН, это было круто. Сейчас пересмотрел, конечно, невозможно это смотреть, но это все все равно как бы суть актуального юмора, она такова. И поэтому я таким идеалистом и пришел, в общем, на первый канал, как бы. И поэтому я вот как бы вот в том времени и остался немножко. Или еще раньше, потому что все-таки вот это вот, все эти верхние стыды и нижние пипки, они как бы вот, это ничего мы не выдумывали, просто мы так себя вели, как бы, вот и все. Встреча выпускников. Если вдруг призовет Александр Васильевич, пойдете, не пойдете? Я думаю, что он не призовет вообще ни при какой ситуации, исходя из того, что произошло. А что, он плохо оценил это выступление? Я не знаю, насколько он оценил, он просто с фасолью сидел, как бы, до самого талого, потому что мы никак не могли принести ему и показать целиком хотя бы выступление. В итоге, если призовет, я не знаю, мне-то все равно. Я вот, если вторая часть нашего конгломерата согласится, то я могу это сделать. Тебе в кайф будет? Тебе в кайф будет? Ну, мне сейчас вообще, ну, то есть вот сейчас я стал ко всему относиться спокойно, то есть я понимаю, что уже не будет никакой нездоровой ажиотации вокруг моей персоны, и я могу там выступить там-сям, и никого это особо не волнует, никто этого не увидит никогда в жизни из активной аудитории, то есть это все, как бы, ну, все равно это такая абсолютно теперь семейная программа КВН, правильно же? На самом деле КВН одна из немногих программ, которые можно пока еще смотреть всей семьей. Три лучшие команды клуба, на твой взгляд, которые возьмем последние 20 лет, начиная, ну да, вот с 99-го, где-то года, после них. Питер. Ну, опять же, это чисто мой выбор, потому что я понимаю, есть команды машины, есть команды, которые вот своим ярким, но недолгим полетом оставили мощный след. Пятигорск, это и машина, и как бы, ну, это абсолютно естественно. Так, а третий кто? Если я в какой-то момент выкрикнул какую-то команду, это я просто, у меня мысль дошла до нужной точки. Значит, в этой рубрике я задам тебе несколько вопросов, авторами которых являются наши зрители. То есть до начала нашей беседы в сообществе на ютубе появилась новость, что она состоится, эта самая беседа, и народ набросал вопросики. Вот три самые залайканные, отлайканные и популярные я с удовольствием тебе задам. Даже интересно. Первый вопрос. Шуточный. Так. Руслан Исаев задает его. Быть может, сей вопрос слегка вас удивит, но все же дайте знать народу, вы женщина. Я даже, честно, не знаю, что на него можно ответить, но тем не менее. Ну, нет. Евгений Черняков. Во-первых, Мегаполис это лучшее, что случалось с КВН за всю его историю. И во-вторых, по сути, вы создали формат «Тиран против убогих». Если вообще не весь жанр, дурацкая ругань на весь конкурс в КВН. И, собственно, вопрос. Как вы пришли к этому формату и вдохновлялись ли чем-то на это за пределами КВНа? Нет, мы не вдохновлялись ничем. КВН, это был чисто… Когда у нас появился чип среди авторов, то есть он стал не то что среди авторов, а таким человеком, определившим вообще нашу судьбу и судьбу нашей команды. Он просто нас собрал, посмотрел, а там был, то есть там паноптикум был у нас прям. Я с Наташей, вот это вот, когда… Я еще был толще сильно, наверное, хотя, может быть, такой же, как сейчас, я уже там не помню. Потом у нас был, значит, звукач Палыч, которого чип сказал, вот он будет в линейке стоять. То есть основной принцип чипа был, ширма открывается сразу смешно, вот это вот, у нас было сразу смешно. И на следующий год, значит, чип говорит, вот давайте, значит, мы там накидали каких-то вещей, потом с ним пошли, собрали это выступление, и вот это было выступление, когда мы выходили, все друг друга представляют, ну то есть весь этот дебильный внутряк, который там у всех команд присутствует, то есть у всех на кого-то зуб какая-то, гнили и прочее. Мы все это выволокли на свет божий, и, в общем, этим мы только и занимались. Ну то есть самое смешное было, что да кому какая разница, кто ты, вот кто, вот зачем ты его нам представляешь. Вот в этом, собственно, и появился оттуда и смех, и все остальное. То есть это было чисто вот интуитивное какое-то, вот у нас каждое выступление было всегда последним, и все. То есть мы, у нас не было никаких вообще наполеоновских планов. У Наташи, может, были, у меня, вот честно, я каждый раз играл, ну думаю, вот, вот, и слава богу. Кирияк Афисов, я если вдруг ошибся, пожалуйста, извините. Насколько я знаю, немного команд могут похвастаться выигрышем хоть какой-нибудь КВНовской лиги с первого раза. Зашли и сразу взяли. Как так получилось, что Мегаполис выиграл, тут написано, вышку с первого раза, я могу добавить сюда же и премьерку? Зашли, выиграли, зашли, выиграли. Это как так? Ну, я не знаю. Так получилось? Так получилось. Часть, частично, это просто симпатии Александра Васильевича личной, но я думаю, что это так. Частично просто из-за того, что это просто отличалось сильно от того, что было у остальных команд. Да. На тот момент. Потом, конечно, по этой кальке начали работать армады, а тогда это было просто элитная лоботомия. Это известная фраза. Да-да-да, все знают, кто это говорил. К поражению. Как вы отнеслись к своей победе? Насколько это было удивительно, неожиданно? Я говорю, вот у меня каждая игра была последней вообще, поэтому, ну, я не очень даже, типа, обрадовался, просто, ну, так получилось. Опять же, если бы не было, это же мы про вышку говорили, да? Если бы не было гусарской баллады, то мы бы ничего не выиграли. Корнет-Еприкян прибыли. Не обернулись бы убытком прибыли сии. Ну, если бы выиграли. Ну, выиграли, если бы она так не пошла, как она пошла и так далее. То есть тут, ну, все все знают, все прекрасно понимают. Но так получилось, что она прям пошла каждой фразой вообще, как гвоздем. Я не могу понять, а зачем ты в КВН тогда играл, если не было такого желания? Меня, короче говоря, ну, это очень тупо, на самом деле. Потому что меня тянуло прям выступать и собирать залы сначала. Ну, то есть не то, что прям тянулось собирать залы, но мы начали играть именно потому, что мне было интересно. То есть я думал, что я вот рожден для сцены. Ну, просто никто об этом не знает. Как выяснилось, что это не так. В первую очередь я ошибался в себе. Потому что, да, это здорово, когда там все это происходит. Но каждый раз вот это вот, ну, то есть это вот вообще не мое. То есть каждый раз этот стресс. Вот сейчас я выхожу на сцену абсолютно спокойно. То есть у меня даже нет вот этого мандража пресловутого. Я могу выйти, что-то там нормально все сделать и пойти дальше заниматься своими делами. То есть, а тогда это было для меня вот, то есть нужно все, я там думал, как лучше. То есть все это вертелось постоянно в голове. Потом надо было все это, значит, выйти подать. Собрать, опять же, там охламонствующую группу людей каких-то, которые там кто-то в келефоне, кто-то еще что-то там. Ну, в общем. И в итоге вот мне показалось это, то есть тяжким бременем вместо того, что... Ну, так, в общем, любое, наверное, занятие. Ну, вот я даже к этому решению не имею никакого отношения. Это просто вот кто-то рожден для этого, я нет. Почему ты так решил? Ну, ты органично смотришься. Да, да, вообще вопросов нет вот у меня к себе по этой части. Тем более люди говорят. Но делать это постоянно, вот это не так интересно оказалось, как я думал. А писать нормально. А писать, вот да. Писать это хорошо. Но сейчас писать тоже надоело, правда. Но в силу того, что я уже, в общем, мне пора на огород. Что за пессимизм? Это не пессимизм, это нормальное течение жизни. То есть это никакое не самозакапывание. Это просто вот наступает такое время, когда тебе, ну, просто ты думаешь, да что вы все мелькаете. Можно же просто сидеть спокойно там в лесу, выйти там, рассвет посмотреть. Вот такие вещи. Погоди. Ну, давай так. Ты мужчина. Как правило, мужчина типа, надо что-то сделать. Там вот эти кризисы среднего возраста. Вот это все. Чего я дам? Вот куда я? Ну, так выходит, что, в общем, не самое главное для мужчины, это вот прозвенеть на весь мир всем, что у него есть, как бы. Слушай, это вопрос, который я вставил, честно говоря, в самый конец, но я не могу теперь не задать. А что главное? Да, на самом деле простые вещи, они всем известны давно, просто сейчас они совсем как-то им не уделяются внимания никакого. Это вот, то есть то, что написано в Библии, что ты должен возлюбить ближнего, как самого себя, это не касается всего мира, который ты знаешь. Это вот твоих ближних касается, вот, то есть нужно заниматься своими детьми, прям заниматься своими детьми и это сделать, ну, на мой взгляд, опять же, это мое исключительно мнение. И это, кстати, очень было непросто сделать, как выяснилось, даже после того, как я и принял такое решение. То есть детьми заниматься нужно вот прям плотно, чтобы ты знал каждую, как бы, его вот, его метание и там. Ну, это дети, они же другие люди, у них своя жизнь, они вырастут. Ну, они другие люди, но это просто, ну, как сказать, если ты этим не будешь заниматься вот в их этом возрасте, до их совершеннолетия и так далее, то они будут приносить, то есть это будет приносить тебе боль дальше. Это в любом случае, конечно, будет непросто, но вот для меня это вот так. То есть это, опять же, тоже не мое решение, это вот как-то, я даже не сомневался никогда в этом. Хорошо, ты это решение принял, ты по этому пути пошел, оно, по внутреннему ощущению, это то, что надо? Конечно. Да? Интересно. И ты счастлив? Я, это уже достаточно давно, я счастлив, кстати говоря. Это перманентное состояние? Да, для меня вот сейчас лучший период вообще в жизни в моей, потому что молодость была такая, как бы, молодость это возмездие, а сейчас это прям, да, как говорит Слава Благодарский, там цитата звучит по-другому, но это тоже красиво. А вот сейчас прям роскошь. Песни, вот ты и песни, это прям знак равенства, вот как начиналось еще с тех времен и продолжается до сих пор, они в инстаграм аккаунте в твоем есть. В Yesterday Life ты пел эти песни, что-то можно найти. Я ел с отцом, с салат с тунцом, и отец, а не задержавшись, посетовал салат с тунцом, с таким лицом, я, сынок, тебе есть не советую. И во что это вылилось, почему спрашиваю? Я слышал, что был или есть YouTube проект, где ты поешь или пел. Вот был ли он, и что с ним сейчас? Нету. То есть на YouTube ты ничего не выкладывал. А желание есть? Опять же таки, желание есть, но сейчас, то есть нельзя бросаться, как это было раньше, в омут с головой, то есть брать и делать, а потом посмотрим, что будет. То есть вот такого сейчас невозможно. Почему? Потому что потом получается не то, что хочется. То есть лучше все-таки придумать какой-то правильный механизм, а потом уже делать, когда он будет еще до первого выпуска, он будет целиком понятен, и его перспективы тоже будут ясны. Хорошо, но это почему-то до сих пор не сделано. Почему? Вот тогда какой вопрос. Ну вот. Нету желания? Опять же, то есть для того, чтобы сделать проект, нужно мне всех собрать, заморочиться. Эту всю логистику я просто не вынесу однозначно. Писать, пожалуйста, готов. Вот там кто предложит, ребят, давайте, я велкам, пожалуйста. Так, у нас есть... Но все будет как я хочу, то есть чтобы понимали тоже люди, чтобы не было как бы потом вопросов. Ты же, если я правильно понимаю, я сейчас условно сравниваю, как Слепаков мог бы что-то похожее делать? Писать свои песни? Ну, я не настолько уверен в себе и как бы и... Вот Семеша, он человек, который вынес и ту, как бы и творческую часть, и организационную. Это очень редкое вообще сочетание. Кстати, ты так интересно его назвал Семеша. А у тебя были какие-то, не знаю, имена, прозвища вот внутри? Что-то было, значит? Да нет, это из последнего просто. Это Дэнни Бой. Мы как раз сняли пилот для Ютьюба и уже собирались на следующий день выложить, но он не песенный был абсолютно. На следующий день нужно было выложить, и мы приняли решение его не выкладывать, опять же, по тем же самым причинам, потому что это было сыро. Сыро и не то, что мы хотели. А мы, я так понимаю, там Слава участвует наверняка. Слава, да, был Саша Анипко и там Ютьюбовские воротилы, в общем. Ютьюбовские, это кто? Да-да-да, мощные, мощные люди. Мощные ютьюбовские воротилы. Прожектор Пэрис Хилтон. Почему его прекратили производить? Культовая передача, все смотрели ее. Ну, это же все знают. Там был конфликт по контрактам. То есть там были какие-то контракты. Я думаю, что можно было бы договориться в этой части, но уже просто там нашла коса на камень уже на уровне руководства каналов, насколько я знаю. Не договорились ведущие с руководством каналов? Нет, не договорились руководства каналов. А, вот так даже. Было, знаешь, тоже такое распространенное мнение было, что чуть ли не 70% юмора текста, который попадает в итоге в эфир передачи, проекта Пэрис Хилтон, это то, что написано заранее. Насколько это правда? Никогда так нельзя сказать, потому что, когда ребят как бы прет, ну, понятно, что эта программа одна из тех, которые они делают, делали вот одновременно, то есть параллельно. Если они все в духе как бы пришли и все горит, то какой там сценарий, о чем речь вообще? Но если они как бы не в духе, то, конечно, сценарий является опорой. Ну, как, то есть, это всегда такой скелет, от которого они отталкивались и, в общем, делали по-настоящему яркие вещи. Тогда вот такой вопрос. Возрожденный прожектор Пэрис Хилтон, имел ли ты к нему отношение, раз ты уже меняет родился? Да, мы делали его. Так, я тогда вообще ничего не знаю. Так, стоп. Вы ушли же с первого канала. Да. А это же Пэрис Хилтон? А, это было производство Среда уже. Ага. Ну, то есть, первый канал заказал. Мы там какое-то время совещались, договаривались. И в итоге, то есть, все стартанули с этой историей. Давай, если можно об этом поговорить? Ну, расскажи про вас. Да можно поговорить просто, но я, правда, не думаю, что это будет кому-то интересно. Просто у нас был продюсер Маша Даниэлян. Да. Вот, она человек, который может собрать гениальную команду, у нее отличное чутье, все в порядке. Но она, человек настолько авторитарный, что она никого, то есть, вот, как я был, пришел на первый канал, так 6 лет прошло, и я остался, в принципе, в той же позиции, и вот мне, ну, ничего не светило, кроме того, чтобы вести проекты вот под крылом. То есть, никаких самостоятельных проектов, ну, 6 лет, представляешь? То есть, терялся вообще сам смысл, как бы, вот, нет, смысл был, деньги были отличные, надо сказать, но вот тогда хотелось как раз следующий шаг совершить. А следующий шаг это какой? Ну, типа, свой проект какой-то, который мы будем делать так, как мы видим его. Даже под крылом, как бы, суперпродюсера, окей, ничего страшного, но об этом даже речи не было на Первом канале. Ну, в нашей, по крайней мере, системе координат. То есть, даже там, условно, Yesterday Life, это не… Yesterday Life абсолютно тоже был, да, машин-проект, который… Что он же казался таким странно-интересным. Вот он был, да, больше странным, в конце концов, на мой взгляд, чем интересным, потому что, скажем так, ты креативишь, потом тебе говорят, как на самом деле надо делать, и получается вот то, что мы видим. Понятно. Ну, вы пишите. Прожектор просто был настолько прост сам по себе, что там… Генитар ряд попыток, как бы, и сначала там были скетчи добавлены в шоу для мощности, потому что это так, по-монтипайтоновски. Вот, Маша вот реально гениальный человек в этом плане, то есть она собирает команду лучших людей, вот она собрала эту четверку, естественно. Но дать волю вот творческому человеку, чтобы он состоялся сам по себе, это был вообще не вариант. И поэтому, когда нам сказали в очередной раз, что вы будете делать вот такой-то проект, мы сказали, мы, к сожалению, не будем его делать. Ах так, ну, хорошо. Блин, обидно прям. Это было тоже вот, это, ну, это, в принципе, авторитарная история такая, это свойственно крупным организациям. Вот только хотел спросить, ну, этому, наверное, подвержены, я не буду говорить все, но, наверное, многие телеканалы этому подвержены, это прям большие организации, да? Скорее всего, да. Поэтому телевидение, в общем, вот сейчас переживает этот кризис, потому что оно не гибкое. То есть оно, постоянные вот эти вот, как бы, заимствования с запада форматов и так далее, то есть ничего не придумали сами. Вот это очень странно для меня было. То есть считанные вещи какие-то были придуманы. Кстати, прожектор Перис Хилтон тоже придумано здесь? Прожектор Перис Хилтон, да, придумано целиком. Как и ЕСТО Дэй Лайф. Ну, ЕСТО Дэй Лайф там просто надерганы из разных форматов. То есть здесь это было просто вот от начала до названия, на которое мне сказали, что я вас серьезно спрашиваю, какое название. А это твоя идея, да? Ну да. И название, и Эрнсту я заносил просто это все, рассказывал, как это в лицах должно быть. И это вот так вот как-то сферически в вакууме состоялось. А потом, ну, началось как бы все, все, там этот мульт личности, он, там были отличные вещи тоже сделаны. Некоторыми я горжусь, некоторые, конечно, вспоминаю с испанским стыдом, но тем не менее, как бы... А зачем нужен был этот прожектор Пэрис Хилтон, который получил такие не самые приятные, что ли, отзывы? Слушай, ну, не самые приятные отзывы получает вообще подавляющее большинство программ на телевидении. Есть какая-то программа, которая получила какие-то хорошие отзывы вообще из того, что вышло в последнее время на телеке. Нет просто такой программы. Это раз. Во-вторых, люди ждали неизвестно чего. То есть, судя по комментариям, это взрослые люди, это как бы олдскул. То есть, это вот такая программа. Она, на мой взгляд, вообще получилась не хуже, а как бы наоборот, так как бы набрала каких-то дополнительных мощностей. На мой взгляд. То, что это не понравилось там Юре Дудю, как бы это вообще для меня, это не показатель, потому что... Но он не целевая аудитория. Ну, я имею в виду, объединяя вот этот пласт людей, которые, в общем, типа они сейчас очень такие, майнстрим. И это вообще другая история из другой песочницы. Конечно, в интернете она будет и была полита грязью, понятно. Но я не считаю это ни провалом никаким. Это отличная программа. Коль скоро о тебе очень мало информации, я начну с простых базовых вопросов. Ты вообще, где ты родился? Ровно, Украина. Оу. Так. А можно чуть подробнее тогда? Батя военный, дед военный. А их перевели, видимо, туда сложно. Да. Родился в Ровно, потом жил в Казани, потом вот до Москвы доехали мы. А периоды жизни? Ты же в школе наверняка где-то успел поучиться. Ну, это все в Казани уже было. То есть я до пяти лет жил в Украине, да. Школа, получается, в Казани, а в Москву ты перебрался тоже в каком-то... Я еще доучился в школе. Ага, конец там, типа, 10-11 класс, да? Все, с тех пор ты в Москве? Да. Так, что у тебя за семья вообще? Папа военный. Папа военный, мама учительница, классическая семья. Ну, такая гарнизонная, да, такая семья классическая? Ну, нет, фактически. Но батя, он вообще, типа, заслуженный летчик, там, он летчик-испытатель вертолетов, то есть он объездил всю страну, испытывал вертолеты, проверял там и так далее. А мама, ну, то есть педагог такого уровня, который преподавал в казанском ПТУ периода 80-х годов. Ну, это был самый криминальный город, а ПТУ это, естественно, самый прям рассадник. То есть она умела держать, как бы, вот эту вот банду, которая приходила. А ты обращал на него, не смотри, как интересно получается, у тебя в жизни, ну, очень женщины сильные. Мама, Наталья, от которой Андреевна потом появилась. Да я, я же инфантил, это же заметно. Я, может, это какие-то очень поспешные выводы, но это просто из твоих слов очень поверхностно. Нет, кстати, это так и было, на самом деле. Пока, да, пока я, скажем так, пока не произошли определенные события в моей жизни, я был достаточно таким, пока я не начал нести ответственность. То есть ответственность это такая вещь, до которой, ну, даже не все мужчины дорастают, скажем так. Настоящая ответственность за все, что происходит вокруг тебя, в твоей семье и вообще. А это когда женился, наверное? Да. Есть ли у тебя какой-то механизм придумывания, ну, то есть в формате надо заварить, не знаю, крепкий черный чай, сесть в углу, выключить свет, наоборот, включить и пошло. Как ты свой мозг заставляешь выдавать на гора результат? По большому счету нужно, главное, начать тему. Потом она тебя волочет сама, если ты правильно ее начал. Вот для этого периода нужно прям абстрагироваться от всех, вообще, желательно. Чтобы просто запустить этот механизм, то есть чтобы мысль потекла как бы вот туда. Так. А все остальное вообще не важно. Вот где-то ты идешь, едешь и все, вот оно капает. Вообще, ну, человек на самом деле не принимает большого участия, то есть в написании чего бы то ни было, по моему личному скромному мнению. Главное, чтобы твой там канал, которым ты связан, вот его держать чистым и все. Все остальное как бы оно льется само. То есть ты хочешь, ты усилия предпринимай, садись, крепкий чай или другие крепкие напитки пей, как угодно. Это все тебе не поможет, если у тебя нет, если ты как бы думаешь, что ты все это пишешь и можешь попой высидеть гениальное произведение. Так не получится. И вообще, в принципе, я понял, что ну вот если как бы не выпендриваться, мне нужно уединение, чтобы для начала какого-то процесса, то есть какой-то новый там проект, мысль, идея каких-то там сценариев, вот чтобы начать, да, нужно действительно сосредоточиться. А дальше, вот дальше все туда уже. Это если ты сам, а если командой, вот группой? Ну командой, вот я говорю, командой это вот, ну то есть, опять же, мы с Благодарским садимся, мы можем за полчаса написать там объем, то есть за полчаса будет написано полчаса, вот так вот. Потом все это тут же прекращается, потому что как бы у всех начинаются какие-то свои там насущные дела. Но в принципе это вот по скорости, то есть, ну по выносливости, да, вот мы невыносливые, что называется. То есть, я пытался быть выносливым, мир держится на выносливых, но, к сожалению, не на мне, как бы, это я, тут я пас. Где и в качестве кого, в каких проектах ты поучаствовал? Вот команда КВН Мегаполис закончила, вы ушли в дирекцию Первого канала, там название вот это забавное было. Дирекция специальных проектов, по-моему, да, Первого канала? Да, да, у нас корочка была. Помогала где-то? А? Помогала где-то? Помогала. Где? Конечно. Ну тогда корочка была, это вообще что-то, ну то есть времена были, типа, вы понимаете, что за спецпроекты? Вообще, ну, как бы. Вот все проекты я назвал уже. Это прожектор Пэрис Хилтон? Да. Мульт личности. Мульт личности. Весна с Кургантом. Да, и Yesterday Live. Yesterday Live. Ну, мы делали еще в качестве просто авторов и... Как он назывался-то? Достояние Республики. Достояние Республики. Да. Это тоже Первый канал. А потом же были еще Организация определенных наций. Это, да. Где ты, сколько написано же, ты продюсер, я не знаю. Вот там я был продюсер. С Благодарским? Да. Креативный получается? Продюсерные продюсеры мы были, да. Ну, а она сколько? Ну, что же, да, в 2014 году? Она сезон, по-моему, продержалась? Ну, опять же, это был вообще не целевой канал. Не Рэнтивишная. Абсолютно. Ну, то есть, она была придумана под Рэнтивину. Для этого нужно было ее, вот как завешивать в Москву плакатами и все остальные города и форсить ее, ну, максимально просто. Но этого не было сделано, и, то есть, опять же, был расчет непонятно на что. Потому что сама по себе, опять же, механизм, ну, он очевиден. То есть, он никакой не новый. Это все то же самое, что пельмени сделали. Мы делали, вот, песню для вашего столика, который после того, как бездарно почил, естественно, потому что он был на НТВ, тоже, как бы, это только благодаря Николаю Картозе и его вере в нас, как бы, произошло. А сейчас этот проект с успехом идет по Первому каналу под названием «Три аккорда». Ну, мы собрали просто колоду, как бы, певцов непрофессиональных, которые, то есть, профессиональных певцов, которые поют по кабакам. И посадили жюри, то есть, как бы, вот эту идею мы воплотили в жизнь. Ихни у нас там вел орган старший сначала, потом... Нет, я его помню, я просто помню эту передачу с ним. Да, да, да. Ну, в общем, как бы, она, так, ни шатка, ни валка прошла, хотя, в общем, перспективы были у нее, конечно, как выяснилось. Как выяснилось? Вы же занимались еще новогодними огоньками Оливье, который... Мы все огоньки делали, да, с 2005, наверное, года. С 2005 на 2006, по-моему, первый огоньок был. Это был самый такой... То есть, люди, я знаю, до сих пор его пересматривают на Новый год в обязательном порядке, как вместе с «Иронией судьбы» и так далее. Но он качественный получился по-настоящему. Там Гусев снимал, там все. В Питере жир просто. А ты помнишь зарплаты свои тех времен? Классно было? Классно было, да, да, да. Вообще классно было. Но мне кажется, мы деньги эти отработали, на мой взгляд. Ну, взять хотя бы прожектор повесил. Например. Ну, да. Тебя вообще висит что-то в плане юмора на отечественном рынке и на зарубежном? Что ты смотришь? Я пересмотрел очень много стендапа. Естественно, и зарубежного много стендапа посмотрел. И, честно скажу, наш стендап мне нравится, по крайней мере, до последнего времени нравился больше, потому что он просто тупо приличнее был. Кстати, ну это вопрос логичный после этого. А ты сам не хотел бы в стендап? Ты же очень фактурный. Вот тебя было бы интересно послушать. Это вот опять же по той же самой причине. Стендап – это постоянное выступление. То есть постоянное. Это вообще ежедневная работа на сцене. Ежедневная фактически. То есть это, ну, как бы я и... Не знаю, во времена КВН или там после, лично ты, я про ребят не спрашиваю, какое у тебя отношение с алкоголем, с наркотиками? Ну, во времена КВН было отношения с алкоголем очень такие близкие. Теплые. Да, мы были просто закадычные. Регулярно заходим в гости. Закадычные друзья. Как ты, во времена, умеешь открывать начавшуюся беседу? Видно, что эта тема волнует не только меня. Так. Но после этого, видимо, я так понимаю, прекратилось с появлением СИП. Что-то мне так кажется, что с появлением СИП. Не, ну не прекратилось. Просто, во-первых, мне надоело. Это интересная формулировка. Надоело реально. Ну, то есть у меня ни здоровья не хватает на это, ни чего другого. Так вот собраться по каким-то поводам и в правильной компании, это можно. А так, чтобы прям делать из этого призвание, я не готов. Зашлись, как море кораблей. Хорошо, а наркотики? Дело в том вообще, что вот, то есть когда приходит осознание того, что ты, вот, если здесь вот сейчас что-то не проконтролируешь, вот я имею в виду семью там всю свою жизнь, то потом это надо будет нагонять какими-то, то есть способами дикими. Поэтому я понял, что даже если я выпью, я должен все это как бы, я на следующий день должен уже быть, ну, в таком адеквате, то есть, поэтому вот реально на меня перестал действовать алкоголь. То есть я мог выпить там, ну, не знаю, бесконечное количество алкоголя, я все равно не терял даже, как бы, ориентации не то, что в пространстве, я просто все целиком, как бы, вот у меня лапка была на пульте все равно, я думаю, ну, а смысл? То есть смысл, как бы, пересиливать вот это состояние, если ты все равно, вот когда ты там, то есть есть моменты, когда нужно просто там перезагрузиться, или там какой-то праздник, или еще что-то, то есть это спокойно совершенно проходит как праздник, и все, и заканчивается. Если я правильно понимаю, вы хорошо общаетесь с Картозией, с Николаем, с давних каких-то пор? Сейчас не общаемся так плотно, как бы, как раньше, но, в общем... А где вы вообще, как вы так сошлись-то? Мы делали «Читу пиночетов», кстати, вот еще проект. «Чита пиночетов»? Да, это было скетч-шоу, которое тоже, к сожалению, не пошло из-за того, что формат просто другой, у канала НТВ, и зритель другой. Это тоже была среда, нас, в общем, познакомил Саша Цикало, и мы как-то вот после этого много общались. Ну, видимо, сошлись, я так понимаю, в каких-то взглядах на мир. Да-да-да, в увлечениях, в общем, во взглядах, увлечениях. Да-да-да, и, в общем, к одному и тому же. А потом у всех увлечения пропало, собственно, и все занялись делами. С тех пор мы общаемся, все реже. Смотри, мульт личности, его, наверное, основная критика по поводу того, что не было остроты, и даже, по-моему, Лавров где-то написал, типа, прикольно, там, из первых выпусков, но, конечно, не куклы. Вот куклы там прям было остро, а тут вот, ну, смешно, хорошо. И вот вопрос, соответственно, не давали делать остро или не получилось? Ну, это вот, просто про это уже, по-моему, говорил кто-то и неоднократно, что это внутренний центр сценариста заключается в том, что ему неохота переделывать. Или всю программу под нож пускать, или вырезать кусок. В мульт личности это было, то есть, не знаю, как снимались куклы, но в мульт личности снимался, то есть 3D-анимация, им нужно гигантское количество времени, чтобы это все обработать и зарендерить, и, в общем, все, весь остальной свой продакшен произвести. И поэтому что-то там переделать потом, так, чтобы это было, как бы, без ущерба для программы, было невозможно. Поэтому мы спокойно писали то, что, ну, там были, как бы, вещи, которые и без остроты были прекрасны, ну, то есть, к сожалению, не целиком. Сначала там вообще было все, как бы, гомункулы ходили, адовые. Мы ругались страшно со всеми там. Но потом все в итоге как-то притерлись, и началась нормальная работа. А скажи, пожалуйста, а вот если все-таки копнуть в эту тему цензуры, вы на Первом канале долго работали, а она есть? Ну, наверняка же она есть какая-то. Вы наверняка с ней сталкивались даже. Ну, цензура, конечно, есть. Это же Первый канал. Да, а как это выглядит? То есть, я не знаю, вот ты пришел туда наработать, тебе дали, что, не знаю, книжечку какую-то, типа? Да ничего никто не давал, все, как бы, я не знаю, как это работает. Это вот все понимают, чего, как бы, не надо делать. Если остроумная шутка, то есть у нас Путин и Медведи впели частушки на Новый год. Насколько это… Понятно, что они были, как бы, не такие, которые могли бы пойти под нож, опять же таки, но Таймс написала про это. Что, вот… Можно было бы тебе так и представлять, человек, про которого написала Таймс. Нет, не про меня. Нет, он. Да, да, да. Там не надо разбираться, Таймс написал и написал, он сидит. Условно, нету человека, который утром начинал там планерку или раз в месяц заказал и говорил? Нет, нет, вообще не было. Нет, ну вот был продюсер, Маша говорил, что точно не надо делать. А что точно не надо делать? Какие-то вещи мы продавливали, они выходили в итоге, но какие-то действительно не надо было делать реально, правда. Потому что они были не на таком уровне. Это просто объективно там, условно, какая-то глупость или это потому что, ну, политика канала? Опять же, есть люди, для которых вот очень важно обязательно пнуть там Путина и всех остальных. Я вот не такой человек. Я считаю, что нужно видеть и хорошее, и плохое всегда во всём. Поэтому вот для меня, то есть, обязательный какие-то, скажем, юмор не только на вот таких вещах держится, скажем так. И не обязательно делать, сразу взгляд изменился. Не обязательно каждый раз пинать Путина для того, чтобы это было смешно. Нет, да вещи же там не в конкретном человеке. Сейчас просто это приобрело какие-то масштабы, типа, вот, ну, то есть, в интернете все всё говорят, и почему-то никто не считает, что вот, ну, там же нет цензуры. А телевидение это для людей, в общем, пожилых. И там все эти вещи, они зачем? Зачем тревожить нас, стариков? Порекомендуй нам, пожалуйста, чего почитать, посмотреть? Или просто поделись тем, что ты смотришь и читаешь? Я ничего не читаю. Очень давно. Как? Я не знаю, как произошло, но мне неинтересно. Я начинаю читать, и тупо в какой-то момент я просто понимаю, что я могу дальше читать, а могу и не читать. Сейчас, это не то, что хрустальная ваза разбилась. Ну вот, как-то так. Я был уверен, что ты просто не вылезаешь из книжек. Одно время так и было. То есть, я читал все время и все подряд, как бы. Все, что… А когда это прекратилось, это почему? Может, я жертвую интернета, не знаю. То есть, я вот вообще ничего не читаю, и как бы… Вот реально сажусь за книгу, я понимаю, что… Ну, то есть, я примерно знаю, как это все будет развиваться дальше. То есть, там, не знаю, то ли сюрприз какой-то пропал, потому что раньше читаешь прямо… О-о-о… Там… Да боже мой, ничего себе. Вот это да. Он же не утонул, оказывается. А потом… А сейчас, то есть, ну, сидишь и понимаешь, ну так-так-так, ага, вот куда ты пошел. И потом будет вот это. А, ну да, действительно, вот это. Ну ладно. То есть, нет такой книги, которая бы меня удивила чем-то в последнее время. Я пытался читать там… Сорокин – это вообще человек в какой-то момент, я не знаю, что у него происходит. То есть, читаешь-читаешь, вроде все клево. Потом начинаются толстые какие-то, и, в общем, вот эта вот вся какая-то хренотень. Я думаю, ой-ой-ой, нет. Если мы возьмем тогда видеопродукцию, я не говорю конкретно фильмы, может быть, что-то другое, передач какие-то. Ну, опять же, сериалы, как и в общем все, я на это тоже подсажен. Но и то есть, я сейчас перестал смотреть. Вот я смотрю только какие-то вещи, которые просто не расстраивают на, там, на второй серии, условно говоря. Вот давай их и приведем, пусть посмотрят. Вот отличный «The Boys», допустим, «Пацаны», то, что называется в нашем переводе. Не знаю, честно, «The Boys». Вот это прям роскошь. Вот этот сериал «Почему женщины убивают?» Просто потому, что это такая картинка, от которой не оторваться просто и сама нарезочка. Видел, нет? Это вот из последнего, то, что я помню. Ну, понятно, то есть «Игру престолов» я посмотрел как-то совсем позже всех, просто меня заставили. Да, но это неплохо, кроме последнего сезона, все равно, конечно, это, к сожалению, право. Получил-то последний сезон, да, от всех подряд, но, бог с ним, не суть. Так, вот эти два. Может быть, что-то или полный метр, или юмор какой-то, что тебя заставляет улыбнуться? Ну, вот юмор отличный. А, в смысле, комедия? Нет-нет-нет, ты говорил «Стендап», ты, например, посмотрел… Стендап, да. «Луис и Кей», понятное дело, но, как бы, мне это не очень близко. «Билл Бёрр» — это очень весело, просто подача само по себе. Прекрасно. Из тутошнего, если вдруг что-то есть? Из тутошнего я смотрел с удовольствием, вот мы смотрели открытый микрофон. О! Просто потому, что там… То есть сам стендап, я так, как, совершенно прохладно к нему отношусь, я имею этот стендап на ТНТ. А вот микрофон прикольно смотреть, просто потому, что там вот живые, как бы, такие ребята попадаются. Кстати, а ты «Лигу смеха» смотрел? «Лигу смеха» я посмотрел тоже. Я там сразу запутался в системе, я посмотрел и буквально, вот, у меня, наверное, два назад, и какой-то один фестиваль, и то не весь, потому что там половина на море. Я сейчас не продерусь уже сквозь это. А какие ощущения? Ну, это, скажем так… Я не понял замута вот сначала с этими, с наставниками. Насколько я понимаю, это достаточно такая фонарная вещь, как бы, и там… А фонарная – это что, то есть? Ну, значит, что это просто для шоу, то есть никто там не занимается командой, которая и так прекрасно понимает, что ей делать там, потому что люди, видно, что… Да, если есть редактора, то… Фонарная, никогда не слышал, интересно. Так это совлада выражение, это же фонарная. Откуда еще? Ну, Владивостокская это. Ага. Привил. Бабушка Анальном Востоке живет там, в Амурской области, но вот этого я не слышал, ну, серьезно. Ништяк это у меня оттуда пришло, там еще какие-то… Ну, ништяк – это, по-моему, общесоветское такое выражение. Ты знаешь, не везде его знают, вот вроде казалось бы. Да, ништяк – это… Чифернуть бы ништяк да голяк, вот это. Ну, это все тюремная лексика, которая была очень распространена. Это чистый водоэксперимент. Я тебе задаю и задаю вопросы, задаю и задаю… Зрители задают вопросы, а давай сделаем наоборот. А задай вопрос зрителям. Насколько правильно, что мат стал общеупотребительной речью просто среди… Особенно среди людей, которые являются, ну, скажем так, известными. Даже среди людей, которые являются авторитетами. То бишь, примерами для подражания. Ну, как минимум, да. То есть, которых смотрят просто… Поскольку на ютюбе можно смотреть кому угодно, что угодно. Вот у меня такой вопрос. Насколько это правильно вообще? Я понимаю, что сейчас меня закидают тряпками, что я… А вот не факт. Давай посмотрим. Хороший вопрос. Классный вопрос. Вот ваше мнение. Напишите, пожалуйста. А мы перейдем к последней моей просьбе. Оставь, пожалуйста, автограф на одном и на втором. Мало ли будет два хороших ответа. Мы оба им вручим. Вручим. И к заданию перейдем. Это же даже не моя подпись. Ну, и фотография непонятная. Задание. Ну, чтобы разыграть те самые подарки. С тебя две строчки. А мы их попробуем продолжить. И тот, кто продолжит их смешнее, интеллигентнее, умнее. Ну, только чтобы сошлось это все, как вы умеете. В вашем стиле. Вот тот и заберет подарки себе. Давайте так. Продолжите. Вот есть известная на весь мир песня «Обед с отцом». Продолжите смешно это классическое произведение. И тогда эти замечательные подарки ваши. А вы можем проговорить эту одну-две строчки? Как мы сделали? Я ел с отцом, салат с тунцом. И отец, не сдержавшись, посетовал. Салат с тунцом, с таким лицом. И я, сынок, тебе есть не советую. Вот с этого момента. Да. Пару строчек. С этого момента. Принимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова